Главное найти в каждом солдате, в каждом военнослужащем ту изюминку, которая позволит его раскрыть, которая позволит воспитать с него именно воина, защитника нашей Родины. Для каждого преподавателя, наверное, самое главное, что когда он приходит на занятия, он видит интерес и блеск в глазах своих подчинённых. Уходят отсюда возмужавшие молодые люди, которые узнали, что такое армейский коллектив, что такое взаимовыручка, взаимопомощь. Слова воинской присяги ежегодно произносят тысячи молодых парней по всей стране. Значительная часть новобранцев свои первые шаги в армейском строю делают в 72-м объединённом учебном центре. Весной 1940-го в городе Ливны Орловской области родилось новое формирование – 120-я стрелковая дивизия. Уже в ноябре её признают лучшей в округе, а командира, генерал-майора Петрова, награждает орденом Красной Звезды. Уже в самом начале Великой Отечественной соединения вступает в борьбу с фашистами. Наиболее кровопролитные бои приходятся на сентябрь 1941-го. За мужество и героизм, проявленные при защите города Ельня, дивизии одной из первых присвоено почётное наименование «Гвардейская». С мая по сентябрь 1942-го соединение изматывает в упорных оборонительных сражениях немецкие части, а уже осенью и зимой успешно наступает, освобождая свыше 170 населённых пунктов. Курская битва. Именно здесь первому военнослужащему нашего соединения, парторгу 25-го стрелкового полка, гвардии старшему сержанту Серебренникову Александру Георгиевичу, было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня этим именем названа одна из главных улиц микрорайона Печи. Александр Серебренников во время кровопролитного боя заменил погибшего взводного. Отражая атаки, лично уничтожил 50 фашистов. Когда группе немецких автоматчиков удалось прорваться в траншеи, старший сержант с призывом за родину поднял гвардейцев в контратаку. Дважды раненый, истекая кровью, продолжал управлять взводом. Третье ранение было смертельным. Александр Серебренников навечно зачислен в списке соединения. На вечерней поверке его имя всегда звучит первым. Старший сержант Серебренников. Герой Советского Союза пал смертью в храбрых боях за свободу и независимость нашей Родины. 7 февраля 1944 года за освобождение города Ровно дивизия получила почетное номинование «Ровенская». За форсирование реки Висла и удержание Сандомирского плацдарма дивизия награждена ордена Суворова 2-й степени. За форсирование реки Одер и проявленное мужество и героизм дивизия награждена орденом Ленина. Сражение дивизия завершила в городе Прага. В апреле 1947-го соединение получает постоянное место прописки – военный городок Печи под Борисовым. Войны хорошо запомнили уроки Великой Отечественной и применяли полученный опыт в ходе многочисленных учений и тренировок. Особенно отличились в 1955 году во время крупнейших по тем временам маневров под руководством маршала Жукова. Гвардейцы участвовали в испытаниях ядерного оружия, демонстрируя отличную боевую выучку. Во многом благодаря высоким показателям дивизия в 60-х годах приобрела новый статус – учебный. Обучение носило практический характер. Офицерам было, что рассказать и показать курсантам. Техника поступала прямо с заводов, причем зачастую была секретной, еще не принятой на вооружение. Дивизия 1-й в Советском Союзе получила БМП-1 и БМП-2. Именно в Борисовском соединении проходили испытания танков Т-64 и Т-72. В Печах легендарный конструктор Михаил Калашников создал свой знаменитый пулемет ПКТ. После распада Советского Союза дивизию переформировывают в 72-й объединенный учебный центр, а на территорию гарнизона передислоцируются все учебные части белорусской армии. Образовательный процесс в Печах организован по образу и подобию военного вуза. В штатной структуре появились преподавательские должности, которые заняли опытные офицеры, а значит у командиров появилось больше времени для индивидуальной работы с солдатами. Сплав опыта и молодых офицерских кадров позволяет нам ковать высококвалифицированных специалистов. Кроме того, что важно рассказать, нужно правильно показать. Именно младший командир, преподаватель первым показывает, как надо выполнять то или иное упражнение. Именно он первым садится за рычаги боевой машины пехоты или танка. Именно он первым выполняет первое упражнение учебных стрельб с боевой машины пехоты. Своим примером показывая, как правильно, и в то же время рассказывая, как выполняется то или иное упражнение. В 2001-м на базе центра открылась школа по подготовке прапорщиков. За 19 лет она выпустила 9 тысяч специалистов, прошедших курс по 23 направлениям. Уникальное подразделение, где в одном месте собирается военнослужащие с разных воинских частей. Получают необходимые навыки и умения, которые необходимы им в дальнейшем прохождении службы. Стажировку. Они проходят в течение недели именно по всем воинским частям учебного центра в качестве старшины, в качестве начальника склада. Современный объединенный учебный центр по своим масштабам не уступает крупным учебным заведениям страны. В пяти школах готовят курсантов по 76 направлениям. Одни из самых востребованных войсках – специалисты танковых и артиллерийских подразделений. Командиры, наводчики, механики-водители. В полях военнослужащие проводят более 70% учебного времени. Оставшиеся 30 – в профильных классах, парках техники и на современных тренажерных комплексах, где изучают особенности боевых машин. Здесь все очень просто. Не потрогав своими ручками, а зная лишь теорию, специалиста не получится. И мы очень горды тем, что действительно выпускаем высококлассных специалистов. Историю и судьбу наших выпускников мы отслеживаем на протяжении всей их службы. К нам приходят отзывы о результатах подготовки после каждого периода обучения. Мы на основании этих отзывов корректируем и программы подготовки, вносим изменения в учебный процесс. Серьезные требования предъявляются и к выпускникам автомобильной школы, появившейся в печах в 2002 году. Многие солдаты после обучения получают в водительское удостоверение отметку о новой категории. Некоторые осваивают профессию крановщика, с которой затем связывают свою дальнейшую гражданскую жизнь. Все средства, на которых проходит обучение курсанты, это в основном 70% средств подвижности всех вооруженных сил. При дальнейшем прохождении службы уже в воинской части, они имеют право управлять данным транспортным средством, как по дорогам общего пользования, так и на полигонах. В центре также готовят специалистов, способных организовать практически все виды связи. Стационарные, аппаратные связи, новые, цифровые, переносные, либо возимые аппаратные связи. То есть техника связи также совершенствуется. Ну не зря, наверное, говорят, что связисты – это интеллигенция вооруженных сил. Молодые люди, которые приходят к нам на обучение, это в основном те, которые закончили учебное заведение и имеют высокий средний балл аттестата. В Печах готовят специалистов буквально для всех частей и соединений армии, в том числе для инженерных, войск радиационной, химической и биологической защиты, ВВС и ПВО. Сначала в учебных корпусах происходит доведение до военнослужащих теоретических основ. После этого проходит обучение на учебных тренажерах. И как эпогей подготовки – это учебно действующий тренажер. Если сравнивать их с курсантами 5-10 летней давности, то сейчас курсант приходит более эрудированный, более технически подготовленный и более уверенный, стремящийся к приобретению знаний. За годы существования подготовку в 72-м объединенном учебном центре прошли тысячи солдат со всех уголков Белоруссии. Соединение дало старт значимому отрезку жизненного пути юношей. Именно в этих стенах вчерашние призывники становятся монолитным воинским коллективом, специалистами, настоящими защитниками Родины.